Всем привет! У нас сегодня играющая новость про Коби Ковингтона и Тайрон Мудлер. Ехала! Бывший временный чемпион UFC Коби Ковингтон ответил на вопрос о возможности встречи с Тайрон Мудлер в ноябре. Есть вероятность, что мы с Лудлер можем подраться на UFC 2030. Мы все понимаем слухи о том, что у Тайрон отравнирована рука и это фейковые новости. Он сам после боя говорил. Эй, я готов драться в ноябре. Встречусь с Коби на Мэдисонской Гардене. Не знаю, получится ли встретиться с Тим на UFC 2030, но я бы с удовольствием. Хочу, чтобы этот матч прошел на самой главной арене в Мэдисонской Гардене. Хочу прийти Тула в ноябре и сделать полустрейный дивизион с новым великим за Гилл Комингтон. Так же Коби Комингтон заявил. У меня есть такая грязь на Тайрон Авудли, что я могу разрушить его жизнь. Ответ Тайрон Авудли. Парни могут бесконечно заявлять, что готовы драться с кем угодно и когда угодно, а он только до того момента, как им предложат бой со мной. Я могу назвать 5-6 человек, которые сделали подобные изъявления. Ник Диас, Ней Диас, Майкл Биспи, Джордж Сан-Пьер, Коннор Магреги. У всех была возможность родиться со мной, но никто из них так и не принял бой. Мне нравятся Ник и Ней Диаса, мне нравятся физки, мяч только как они дерутся, просто промоушен отказывается им платить. Ней согласился драться со мной, но он хочет получить достойный гранар, и он его заслуживает, однако в UFC не захотели заплатить ему. Парни, походу, нас ожидают яркий бой. Пресс-конференция будет открыта для публики, пишет Коннор в Твиттере. Стоимость входного билета, бутылки, пропор виски, две бутылки и вы сможете задать оброс без очереди. Мои солдаты будут заролить снаружи, чтобы эти правила строго соблюдались. Радио Сити Хоу, пресс-конференция UFC 229. Завилку напоминаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, рекомендуйте канал друзьям, всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...